Второй вопрос касается непосредственно распятия, но мы знаем, что герой вашей книги, герой вашего священного писания непосредственно... Так, подождите, то есть всё вот это, то что мы сейчас до этого слышали, это он считает, что он ответил Невзорову на первый вопрос. То есть, когда он сказал, что типа Невзоров фрёт, а потом пересказал всё то же самое. Окей, окей, замечательный контраргумент. Единственное, я так и не выкупил, в чём прикол, но хорошо всё. Злой Невзоров повержен оказался. Интересно. Каким образом? Ну ладно, не суть. То есть, если б я был на месте Попа, я бы, наверное, что-нибудь поинтереснее придумал. От Нового Завета Евангелия Иисус Христос, родин по профессии, проповедовавшись в синагогах, как бы имел достаточно печальную по земным меркам судьбу, он был распят. Считается, что он совершил некое самопожертвование, правда, при этом он, получается, что он принёс в жертву себя самого, себе самому. Поскольку он неоднократно говорил, что я и отец, то есть бог отец. Считается, что Александр Глебович не знает точно догмат боговоплощения. Ну, опять-таки, Невзоров, в принципе, не обязан это знать. То есть, ну да, окей, хорошо, да, у Невзоров есть некий православный бэкграунд, и он мог бы более, там, аутентично как-то это всё излагать. Но, блин, если Невзоров выступает с позиции просто, там, я не знаю, мимо проходящего атеиста, там, любопытствующего, хотя на самом деле он агностик, а не атеист, но не суть, то он мог бы и так это сформулировать, почему нет. Там бог принёс, как бы, самого себя, себе же. Окей. То есть, ну, глупые атеисты, вот так они считают, ну, типа, а почему нет. Но он преображался на горе Фавор, представь перед своими учениками во всяких белоблистающих одеждах. Он знал наперёд всю эту драму и даже предсказал Петру, что тот трижды предаст его ещё до того, как пропоёт петух. То есть, это был, безусловно, бог, и русская права... Да, я сразу вспоминаю арию святого Петра. Вот это вот «Прости меня, мой бог». Это, наверное, самое-самое прекрасное музыкальное произведение. Пославная каноническая традиция только подтверждает, давайте вспомним, там, «Днесь висит на древе, и же землю на водах повесивай, Винцем от терниев облагается ангелов, царь в ложную багреницу одевается, если не ошибаюсь, одевая небо облаки». То есть, никаких сомнений, что Христос и есть Бог у, скажем так, у православных не должно быть. Но если Бог — это абсолютно всеведущая, всемогущая, всевластная, всепроникающая... А где вопрос про зерно-то горчичное? Чё-то я не знаю. ...существо. Ему должно быть, вероятно, известно всё, что произойдёт и всё, что произошло. Таким образом, в этой евангельской драме он выступает как автор сценария. Ну да, но надо понимать, что Иисус Христос — это и Бог в полной мере, и человек в полной мере, за исключением греховности. То есть, божественная и человеческая природа в Иисусе, с точки зрения догматов, была, значит, и не слитна, и не раздельно соединена, бла-бла-бла. То есть, Иисус как Бог, он, естественно, всё знал. Но Иисус как человек, он мог этого не знать. Продюсер и режиссёр-постановщик, который, в общем, знак... Собственно, Иисус, он же на кресте в какой-то момент произносит, типа, боже, боже, почему ты меня оставил? То есть, тут, извините, как бы... ...со сценарием, знаком со всем, что произойдёт. И, идя на так называемую крестную смерть, он прекрасно знал, по этой логике, что ничего плохого с ним не случится, что ничто не угрожает ни его жизни, ни его здоровью, ни его власти, ни его благополучия. Но, опять-таки, с Иисусом как Богом ничего плохого не случится. С Иисусом как человеком случится. Потому что, когда тебя прибивают гвоздями к деревяшке, это очень неприятно, смею предположить. ...что пройдёт каких-то 36 часов, и он абсолютно невредимый встанет и продолжит функционировать. В чём тогда жертва, если это спектакль? Не, ну как невредимый, у него дырки в руках остались, потом апостол Фома в них будет засовывать пальцы. Если хэппи-энд этому... Тот ещё скептик. ...существу был гарантирован просто потому, что хэппи-энд был заложен, и он прекрасно о нём знал. Таким образом смерть перестаёт быть смертью, таким образом муки перестаёт быть муками, это больше похоже на некий экстремальный туризм. В чате пишут, Светова по статье педофилия арестовали. Кто бы мог подумать? Ну вообще, если серьёзно, мы сегодня в чате уже это обсуждаем, ну то есть с чатом мы уже это обсуждали в самом начале стрима. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, моя трактовка абсолютно неверна, и у вас есть своя. Но я уже заметил вам, что это всего-навсего вопрос. В чём заключается жертва, если хэппи-энд... Пишут, ну так конфа маргинала постоянно шутила про педофилию Светова. Да, конфа маргинала виновата, безусловно. Гарантирован. Я полагаю, что эти книжки писались в расчёте на так называемых первых христиан. Мы помним, что это были там работницы лупанариев, прокажённые местные бомжи, вольно отпущенники, рабы. То есть люди абсолютно дремучие, без какого бы то ни было критического, скептического... Не, ну там были ещё подонки античного мира, как их Ницше называл. Пишут, какие сильные и умные бомжи оказались, раз за ними мир пошёл. Ну да, но там как бы главный чувак, который всё это затеял, он был римским гражданином, и он даже не входил в число 12 апостолов. Начинал свою карьеру как гонитель христиан как раз, только потом перешёл на их сторону. Собственно, человека звали Саввл или Павел. Латынина, по-моему, книжку написала, где утверждает, что апостол Павел и Симеон Мак – это одно и то же лицо. Да. Ну, наверное, она думает, что это оригинальная идея. ... или аналитического подхода к вопросу, и ему можно было впаривать абсолютно всё, что угодно. Возможно, я неправ. С интересом услышу ваш ответ на свой вопрос. Вопрос понятен. Как ни странно, вот второй вопрос по своей сути, может быть, значимости, очень серьёзно наступает первым вопросом. Потому что если в первом вопросе... Да, потому что на первый вопрос ты, блядь, ничего не возразил даже абсолютно. То есть ты просто пересказал то, что сказал Невзоров, и сказал «это ложь». Хотя сам сам эту же историю и пересказал. Да, и там люди рисковали собой, люди боролись с голодом. Ну, окей, как это отменяет то, что они сдавали деньги, чтобы вступить в религиозную организацию, а тех, кто утаил часть денег, их как бы таинственная смерть ожидала. Ещё, правда, есть, ну, так скажем, некоторые исторические моменты, о которых человек, если не знает, то ему, может быть, и не будет понятна история с Анани Сапфирой. То второй вопрос, это уже исключительно из, скажем, даже нашей жизни, и, в принципе, примеров масса. И то, что вам, Александр Глебович, это непонятно, меня это, правда, искренне удивляет. Постараюсь простыми словами ответить на этот вопрос. Представьте себе человека, который очень чистоплотный. Он и внутренне чист, и внешне чист. То есть человек нравственный, он несколько раз ловит, он не допускает каких-то поганых мыслей. И внешне тоже этот человек стремится быть чистеньким, руки моет, он постоянно ходит в душах, носит чистую, опрятную одежду, и тому подобное. И вот этому человеку, из любви к ближнему, нужно пойти в какой-нибудь хоспис, или в какой-нибудь бомжатник, чтобы послужить людям, которые там находятся. Чтобы помыть их, чтобы перевязать их раны, чтобы выслушать их и помочь не только телесно, но, может быть, и душевно. Когда человек идет, спрашивает, считал ли Ницше апостола Павла сверхчеловеком? Нет, не считал, но здесь можно было бы, вот от себя скажу, что можно было бы ему сказать, ну то есть, можно было бы признать апостола Павла сверхчеловеком со знаком минус. То есть, как бы, не сверхчеловек, а античеловек. Вот Савонарола, апостол Павел, Ленин, Троцкий, и вот такого рода персонажи, Гитлер, да, они очень хорошо сюда уходят, в эту категорию. То есть, не сверхчеловек, а античеловек. Или какой-нибудь бомжатник, или еще куда-либо в подобное место. Он же точно знает, что рано или поздно он из этого места выйдет. Но вот, если он там приведет 36 часов, и будет перевязывать их раны, отдыхать... О, Господи! Я думал, что будет ответ, вполне себе соотносящийся к догматическим богословиям, о том, что у Иисуса Христа была и человеческая, и божественная природа. И, безусловно, Иисус как Бог, Он был всеведущим, обладал всеми качествами Бога, поэтому заранее знал, что будет, и что Ему ничего не угрожает. Но Иисус, как человек, имеющий все человеческие черты, за исключением греховности, и первородного греха, потому что Он был рожден непорочно, Он не знал, что будет, именно поэтому он боялся, молился Богу, и даже сказал, Боже, почему ты меня оставил, бла-бла-бла-бла-бла. Но вместо этого, что мы слышим? Мы слышим про бомжатник, про душик, про... Ну что это такое? Господи, ну какое... Это вот как рассуждение Клим Саныча Жукова про то, что Пол Потт был евролевым. Ну опять вот эта чудовищная некомпетентность, граничащая с идиотизмом. Ну как же так-то? Душик бомжи, чистенький. Ну что это? Ну как же? Ну ведь не этому же учат в семинарии, да? Не профессор Осипов, не это же он рассказывает, да? Не это же приходится на экзаменах отвечать по богословию про душик и бомжиков. Ну, ну серьезно, ну зачем? Я отчаиваюсь. Низкий уровень богословия и коммунистической пропаганды в Восточной Европе. Запах гнили. Если будет... Да, запах гнили, замечательно. ...слушать их сквернословную речь и тому подобное. Будет ли являться это жертвой? Или это всего лишь просто цирк? Ведь он же сам отлично знал, на что идет. Он знал, что рано или поздно это все закончится, потому что пройдет 36 часов, проведенных в этом бомжатнике, и он выйдет, и уже будет опять дышать свежим воздухом, сможет пойти помыться и так далее. Будет ли вот эти 36 часов жертвой? или это будет цирк? Вот мне кажется, что ответ на этот вопрос очевиден. А если мы говорим про Христа, то Христос не просто пошел на смерть. Христос был абсолютно невинен, и смерть ему была не свойственна. Смерть это некое следствие греха, а в Христе греха не было. Христос был невинен, потому что не нарушил ни одного закона. Собственно, это признал понтипилак на суде. Он же прямо говорит, что я не нашел в нем никакой вины. Соответственно, Христос страдает. Пишет Иисус, как Бог знал, Иисус, как человек, нет, Христос был шизофреником. Ну, да, отличный вопрос. За этот вопрос тебя бы могли сжечь когда-нибудь. Не, ну смотри, божественная человеческая природа в Иисусе, они были и не слитны, и не раздельны одновременно. В традиционных логических операциях это понять невозможно. Понимаешь, с чем дело? Иисус это и Бог во всей полноте, и человек во всей полноте. Но людям, у людей, понимаешь, Богам может быть характерна такая черта, как Всеведение, да, а вот людям такая черта, она не характерна. По поводу шизофрении, ну смотри, каждый из нас в какой-то, в какой-то степени содержит это противоречие с точки зрения христианства, потому что у каждого из нас с точки зрения христианства, то есть материальное тело и бессмертная душа. И как люди с телесной оболочкой, мы смертны, мы смертны, мы можем умереть, да, вот что-то случится, все, взял, ты умер, сдох. Но как души бессмертны, мы бессмертны, вот в чем дело. То есть тут противоречие такое, оно тоже есть, потому что человек, он как бы и смертен, и бессмертен одновременно. Потому что как тело, он смертен, а как душа, он бессмертен. То же самое и Иисус, как Бог он был, он все знал, а как человек, он мог совниматься, там немножечко, там молиться, говорить там Бог, отец, отче, зачем мне все это уготовано, там бла-бла-бла. То есть вот эти вот сомнения всякие. Ну не то, чтобы сомнения, да, я некорректно сейчас тоже это излагаю, но я думаю, понятно. Это абсолютно невинно, исключительно только ради того, чтобы спасти род человеческий. И я, кстати, сейчас не буду подробно описывать, в чем заключалось именно спасение рода человеческого, это уже совершенно иной вопрос. Ну, говорить то, что... Ну, спасение рода человеческого, оно заключалось в том, что Бог указал людям путь в рай таким образом, потому что врата рая для них были закрыты до определенного момента, и все попадали в ад по дефолту, включая ветхозаветных праведников. И вот именно когда Иисус сам умер на кресте, он спустился в ад сначала и вывел из ада души ветхозаветных праведников. Вот. И всех их в рай ввел. То есть, грубо говоря, всякие церковные таинства и прочие вещи, там покаяние, крещение, они способны как бы обнулить грехи, которые у человека были до этого, и первородный грех тоже. Как бы снимается. Ну, по крайней мере, некоторые динаминации христианства в это верят. Вот. И, ну, в этом спасение. Да, то есть, как бы, я так рад, что спас меня Иисус, как пели евангелисты, которых так тесак любят. Вот. То есть, в этом спасение. То есть, да, конечно, человек дальше может начать грешить и погубить себя, и снова в ад отправиться, но это, извините, свобода воли. То есть, тут ничего не сделаешь. Вот. Ну, либо свобода воли, либо в случае с кальвинизмом, опять-таки, божественная некая всесилие себя проявляет таким образом. Вот. Но, тем не менее, после жертвы Иисуса у людей путь в рай открылся. То есть, кто хочет быть с Богом в раю, тот теперь может быть с Богом в раю. Душевные страдания Христа, то, что Он страдал на глазах у Своей Матери, которая взирала Его избитым после бичевания, и распынаемым, и плакала, говорит, что это душевные страдания, это просто некий цирк, это нонсенс. Говорит, что бичевание и распятие, которое терпел Христос, а потом и сама смерть, это тоже ничто, просто потому, что Христос знал, что Он потом воскреснет. На мой взгляд, это тоже очень странно и совершенно не соответствует реальности. На этом я заканчиваю. Если у вас есть какие-то комментарии или соображения, пишите внизу. Я посмотрю. Если получится, отвечу. Всем добра. Пока. Очень слабый ответ Невзорову. Очень слабый. Очень плохо. Очень-очень-очень плохо. Почти так же плохо, как видео с Жуковым, где он про Пол Поттера рассказывал. Субтитры создавал DimaTorzok